Илон Маск заявил, что готов к производству Сайбертрак в 2023 году. Никола опередила Тесла и начало серийное производство электрогрузовиков. Сузуки включается в гонку по созданию летающего электромобиля. Британский стартап разработал щит-невидимку. Все это и многое другое прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Инстардинг Новости. Досмотрите это видео до конца, подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем. Илон Маск заявил, что программа запуска к производству электровнедорожника Сайбертрак выходит на финишную прямую. Да, пришлось трижды переносить сроки релиза, но это было неизбежно. Машина слишком сильно отличается от всего, что выпускает мировой автопром. Разработка пикапа, по словам Маска, завершится в текущем году, а в 2023 стартует его производство. В ходе мероприятия, посвященному началу поставок Model Y, собранных на заводе Гигафактори в Берлине, один из сотрудников предприятия спросил у Маска о краткосрочных целях Тесла. В ответ глава компании сообщил, что в этом году Тесла будет сосредоточена на наращивании производственных мощностей. В первую очередь, компания сосредоточилась на двух наиболее доступных электромобилях Model Y и Model 3, которые уже производятся на заводах в США, Китае и Европе. Также на открытии завода под Берлином Маск рассказал, что, как и многие в индустрии, он скептически относится к производству батарей на основе графина из-за сложностей, связанных с получением этого материала, но подчеркнул, что Тесла работает над созданием аккумуляторов из различных минералов. В обозримом будущем компания продолжит, по словам Маска, двигаться тем же путем, что и вся индустрия аккумуляторов для автомобилей, то есть будет выпускать батареи на основе никеля для моделей с большим запасом хода или на основе фосфата железа для менее дальнобойных конфигураций. В этом нет ничего нового, однако Маск сделал одно любопытное замечание по поводу батарей на Марганце. Я думаю, сказал он, что у Марганца есть интересный потенциал. Американская Никола Корпорейшн заявила о начале массового производства электрогрузовиков. Выяснилось, что выпуск моделей компании начат в Аризоне уже 21 марта текущего года. Никола удалось опередить Тесла, намеревающуюся производить собственные электромодели аналогичного назначения. Как сообщили представители компании, в ходе презентации, начало поставок ожидается во втором квартале текущего года. После закрытия торгов акции Никола на фоне новостей выросли в цене на 4%. Электроаккумуляторная версия 3 предназначена для непродолжительных маршрутов около 560 километров. Никола ожидает, что в текущем году будет поставлено от 300 до 500 грузовиков с последующим наращиванием производства в 2023 году. Акции Никола упали в цене после ухода главы компании Тревора Милтона в 2020 году в результате выявления фактов дезинформации инвесторов и совершения иных правонарушений. Сейчас Никола планирует дополнить аккумуляторную модель 3 версией на водородных топливных ячейках с запасом хода до 800 километров. А в 2025 году в компании намерены представить водородные ячейки нового поколения, на заряде которых машина сможет преодолевать почти полторы тысячи километров. Ожидается, что водородный вариант начнут поставлять с конца 2023 года. Ведущий японский производитель летающих автомобилей компания SkyDrive объединяет усилия с автогигантом Suzuki в разработке компактного двухместного летающего электромобиля класса Evitol. Проект должен завершиться к открытию всемирной выставки в Осаке в 2025 году. Это будет двухместный планер-мультикоптер с 8 двигателями и прозрачной кабиной. Он сможет поднимать груз весом до полутонны на высоту 500 метров, летать с максимальной скоростью 100 километров в час, правда не более 20-30 минут. Оказавшись на земле, летающий аппарат превратится в наземный трехколесный электромобиль, способный разгоняться до 60 километров в час. На первых порах коптер от Suzuki будет выполнять функции летающего такси во время всемирной выставки Осака 2025, а позже станет эксплуатироваться и в других регионах Японии. Сказочный плащ невидимка Гарри Поттера постепенно становится реальностью. Британский стартап Invisibility Shield сообщил о создании материала, находясь за которым любые предметы становятся невидимыми. Чтобы заработать на дальнейшие исследования, компания разместила свое изобретение на Kickstarter. Стать обладателем щита прямоугольной формы из чудо-материала размером 90 на 60 сантиметров можно за 400 долларов. Одно из его главных достоинств – способность работать без источника питания. И все же используемая здесь технология – всего лишь хитроумный оптический трюк, своеобразная забавная инженерия. Щит с помощью прецизионной матрицы линз направляет основную часть света, отраженного от объекта, в сторону от наблюдателя. Таким образом, скрытый за щитом объект становится фактически невидимым. Щит не в состоянии идеально воспроизвести картинку, находящуюся за спрятанным объектом. В результате она представляет собой некое размытое изображение. Как сообщают разработчики, наибольший эффект достигается на однородных фонах, к примеру, на фоне листвы, травы, песка, неба или рельс. Эффектная приборная панель Hyperscreen, которая дебютировала на седании Mercedes-Benz EQS, появится и на электрическом внедорожнике, который будет представлен 19 апреля. На 56-дюймовом экране, помимо бортовых приборов, разместились информационно-развлекательные и пассажирские дисплеи, объединенные воедино изысканы футуристическим дизайном. В распоряжении сидящего рядом с водителем пассажира 12,3-дюймовый OLED-дисплей, открывающий во время движения доступ к потоковому видео и телевизору. Чтобы водитель не отвлекался, предусмотрен особый режим работы внутренней камеры, фиксирующий взгляд водителя. Как только он посмотрит на дисплей, экран автоматически затемнится. За производительность Hyperscreen отвечает 8-ядерный процессор и 24 гигабайта оперативной памяти. Сам экран надежно защищен от царапин, благодаря специальному покрытию из силиката алюминия. С дисплеем связано более десятка приводов, включая обратную тактильную связь, поддержку семи индивидуальных профилей пассажиров и персональные предложения на базе искусственного интеллекта. К грядущей конференции Game Developers Conference разработчики платформы Unity подготовили серию сюрпризов в виде презентации новых технологий компьютерной графики. Для их общей демонстрации было создано великолепное видео, уже доступное для просмотра. Картинка полностью создана на движке Unity. То есть 3D-графика такого уровня отрисовывается в реальном времени. В видео отражены все канонические моменты демографики. Множество движущихся элементов, плавная смена ракурса, детальная демонстрация волос, кожи и глаз, эффекты пламени и невесомости. Практически все это создано при помощи новых инструментов, среди которых конвейер рендеринга. Также был анонсирован скорый выход пакета Unity Digital Human 2.0. Это произойдет через считанные месяцы. В него входит специальный инструмент Unity Higher, работу которого прекрасно видно в клипе. Прорисовка волос с его помощью происходит в три этапа. Детальное моделирование, наложение эффектов освещения, рендеринг каждой пряди. Этот инструмент будет доступен на гитхаб. Благодарю вас за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк и не забывайте нажимать на колокольчик. Напоминаю, что все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Оставляйте обратную связь в комментариях и делитесь этим видео с друзьями. С вами был Андрей, канал Инстартинг Новости. Я желаю вам мирного неба над головой, берегите себя и своих близких. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok